Всем привет, друзья! Сегодня хочу свое закосяченное видео озвучить. В общем, дело так. Собрался я ставить капканы на бобров. В дальнейшем поставлю петли. Извиняюсь, конечно же, за картинку. Снимал по неопытности, это было в 2016 году. Но дело будет обстоять так. В общем, сейчас я иду на речку Бобровку, это в Томской области, в районе вахтового поселка Игол. В то время я работал там в Энергонефти, и вот в свободное время после работы меня увозил водитель, и мне приходилось ходить на речку и заниматься бобрильным промыслом. Вот. Кстати, уже стемнело. Подхожу, смотрю, где-то вот там мотхатка была. И вот, в общем, я вот такую вот луночку топориком прорубил возле берега и поставил туда просто капкан. Капкан у меня был лисий, по-моему, третий номер. Ну вот, вот такие вот делишки, друзья. В общем, сейчас вот на улице примерно градусов 15. Вот. У меня в то время стояло два капкана. Вот один, короче, я уже проверил. А сейчас, по-моему, второй буду ставить. Видите, провалился, друзья. Ну что страшного, короче, охота, она такая непредсказуемая. Вот я не помню точно сейчас, по-моему, стоит у меня капкан или нет. Или я его еще только пошел ставить. Второй как бы. Вот. Снега еще тогда было примерно сантиметров 10, наверное, насыпано. Но этого было достаточно. А вот еще второй капкан у меня стоит на тропе. В общем, я сейчас оба капкана. Вот один у меня уже в плынье стоит, я захерачил его. И сейчас второму капкану просто я прорублю отверстие. Ну, вот во льду. Захерачу, короче, лунку и поставлю. Вот. Вылаз, короче, сделаю искусственный. Вот видите, делаю искусственный вылаз для бобра. Кстати, вот где есть бобры, там, допустим, плотины, можно вот такие искусственные вылазы делать. И он, когда ночью, там, или днем плывет, ему будет видно вот это вот, что здесь льда нету, просвет как бы хороший. И он будет туда вылазить. Вот видите, сейчас вот я продолбил, и сейчас туда капканчик опущу. Лед, как, кстати, вот сантиметров 10 такой толщиной есть. Вот. Вот. Речушка небольшая, метра такая, может быть, 2,5 шириной. Ну, это как бы потому, что вот здесь разливы такие бобриные. На самом деле она может быть даже и метр быть, речка. Глубина вот здесь вот как перед мостом, плотиночка небольшая. Тут может быть метра 2 глубина. Вот. Попутно буду ставить капканы на Соболя. В дальнейшем вы увидите, что получится с этого. Вот. Ну, продолжаем смотреть. Руки, конечно же, мерзнут. Но ничего не сделаешь. Потом в дальнейшем буду брать резиновые перчатки. Вот, друзья. Извиняюсь, конечно, что у меня вот такая озвучка не оригинальная. Как сказать, по молодости. И по незнанке по своей наложил аудиофайл, который, как сказать, и правообладатель монетизирует. И вот из-за него мне, короче, приходится переозвучивать. Вот. Нарушая, короче, авторские права вот этой музыкой. Вот. Все уже, по-моему, поставил капкан. Вот он у меня стоит. Не знаю, видно его или не видно. Но как-то так вот, ребятки. Так, это что я уже? Вот, привязал я его к палке. Вот особо сделал. Ну, как-то так, ребятки. Вот след у нас какой-то. Не помню, кто это ходил. Не помню, сейчас не видно. Но это не Соболь был. И не Лиса кто-то крупнее. Кстати, ребята, у меня проходит конкурс на канале. Можете посмотреть, внимание, розыгрыш 3000 рублей или конкурс. Называется видеоролик. Заходите, смотрите. Вон там всего полторы-две минутки идет этот ролик. И в нем я все объясню, что нужно сделать, ребятки. Вот. Вот даже вот если человечек найдется такой, я думаю, что он выиграет этот приз, который там есть. Вот она. 35-ка. Столбы. Сейчас у меня водитель должен будет подъехать. Вот такие вот, ребятки, дела. Все, короче, по-моему, следующий день уже настал. Я уже пришел на лед. Тут здесь Соболек, короче, носился. Прямо по плотине Соболек носился. Сегодня я, по-моему, решил поставить здесь петли. Но не помню точно. Вроде бы петли я буду сегодня ставить. Вот. Водитель меня привез. Это примерно километров 12 было от поселка. Вокруг никого вообще нету. Ночь, темень. Это вот примерно сейчас часов 8. Сейчас буду ставить, короче, свои браконьерские ловушки. Вот. Как бы они у меня уже не стояли даже. Ха-ха. По-моему, стоят, друзья. Стоят точно они у меня уже. Петли эти. Чё, их не снимал, что ли, как ставил? Чё, я не помню, блин, или не стоят они у меня. Вот сейчас, кстати, у меня будет капкан проверяться. Или просто здесь капкан стоял. Не помню, ребятки. Ну, на бобра интересно рыбачить вот этими капканами. Чё-то у меня вот видео пошло непонятно как. В разброс, короче. Тут я уже куда-то иду. Нет, это я чё-то по на речку захожу. Это видео должно было быть вообще в другом месте стоять. Вот сейчас капканчик увидим. Вот. Ну, с меня, конечно же, аниматор. Хоть куда. Или какого там. Озвучик. Вот он, капкан у меня такой вот. 250-й капканчик, по-моему. Не помню размеры. Вроде тролечка. Вот. Один проверил. Сейчас пойду второй проверять. Вот видите, там полынья небольшая. Здесь страшно туда идти, провалиться может. Приходится обходить по завалам. Вот. Но петли у меня ещё не стоят. Петли не стоят. В общем, почти пять лет назад это было, друзья. Интересно было всё. Ну, сейчас проверяю этот капкан, который я искусственную... Искусственный вылаз сделал. Снимал я на телефон, на Honor. Четвёртый. Вот. Продолбили. Ребятушки. И что у нас здесь будет? Рукой закрываю. Пустой капкан. А вот сегодня я уже взял, короче, алюминиевую проволоку. Это чтобы привязывать петли. И взял, короче, миллиметровый тросик. А где же я его взял, этот тросик? Вообще не помню, друзья. Мне его откуда-то прислали или привезли. Кто-то мне его привёз был. На вахту завезли. Сейчас, короче, жду водителя. Кстати, водитель Алексей был. Его уже в живых нету. Вот. Установил фонарик там на пенёк. И буду сейчас, короче, майны разрубать топором. Чтобы ставить в дальнейшем петли. Вот такие вот майны. Но это метра полтора примерно. Прорубь такая. Вот. Ой, знаете, в каких я в предвкушениях был, друзья. Когда вот эти вот все проруби рубил. Ходил, петли там ставил, капканы. Вообще просто непередаваемое ощущение, друзья. Вот уже установил одну палку. И с двух сторон, короче, на проволоку установил две петли. Вот так вот. Видите, вот под водой у меня тоже самое стоит. Вот сейчас будет еще две петли. И ток четыре. И, по-моему, шесть петель у меня будет стоять в одной проруби. Вот. Проволоку у меня, по-моему... Ой, проволока, говорю. Тросик, по-моему, два миллиметра, что ли. Не помню. Но самозатягивающаяся установка. Вот. В общем, дела вот этого, друзья, короче, происходят. Перед концом вахты примерно за неделю. Но все-таки результат у нас будет, ребятки. Результат у нас будет. Можно было, конечно, раньше этим делом заняться. Но времени не было. И вот как раз-таки вот этих вот петель не было. Вот. Водитель Алексея я раззадорил, что типа вот пойдем-пойдем ставить петли на бобра, капканы, там будем бобров ловить. Он сначала не хотел, не верил, что там что-то будет у нас, результат какой-то. И он говорит, бобра ни разу не ел, но вот в итоге нам удача улыбнется. Ну, бобришка такой у нас попадется сейчас. Примерно килограмм на 12, может, на 16, такое где-то. Точно не помню, если, ребятки. В общем, дело будет обстоять так. Сейчас вот установим петельки. Устанавливаем петельки еще вот так аккуратненько. Видите, как я их ставлю? Прорубил прорубь сантиметров 30 шириной. И длиной она у меня получается полтора примерно метра. Вот, опускаю. И втыкаю колу, в общем. Колу у меня с пихты, чтобы боброва не грыз, не перегрызал. Да он в воде-то сильно, я не буду его грызть. Вот. Вот так вот опускаю на такой вот, на плечистый проволоку. У меня, видите, стоит там, чтобы петли у меня как бы стояли вот так вот в горизонте. Вот, все поправил, воткнул. Все, они у меня будут стоять. Вот бобришка, когда поплывет под водой, он в эти петельки угадает. Вот, как-то так, ребятки. Извиняюсь за свою однообразную озвучку, ребята. Был бы микрофон, но вот. Все бы по-другому было, возможно. Может быть, какие-то репетиции можно было производить по тексту, по редактированию. Но я все говорю, что вижу и что думаю. И вспоминая, короче, вот. Много-много лет прошло. Вот, ребята. И, короче, пришлось мне скачать для этого программу. Купить ее. 790 рублей в год стоит этот редактор для телефона. Ну, как-то так вот, ребятки. Топорище мой лежит. Топором. Так, ну, в общем-то, настает сейчас, по-моему, такой момент. Сейчас, по-моему, будет уже третий день. Вот видите, полынья проваливается. Здесь у меня, по-моему, капкан стоит тоже. Или я буду здесь ставить капкан. Не помню, ребята. Но сейчас посмотрим. Или стоит у меня капкан. Здесь стоит, по-моему, капкан. Да, у нас, кстати, сейчас будет улов, по-моему. По-моему, у нас сейчас уловчик будет здесь, ребята. Я еще вот не проволоку, а веревку. Веревка у нас, короче, было капкан не было. На что привязать? Не на тросик, ничего. И вот пришлось привязать на стропу автомобильную. Знаете, вот стяжка такая есть. Вот, видите, достаю. Достаю. Если меня память не подводит. Нет, скорее всего, она меня подводит, ребята. Это не та дыра была. Это просто плотина. Я смотрел, куда петлю поставить. Ну, весь тот же самый текст сказан будет к предыдущему, к следующему видео. Вот. Пар, я весь мокрый, блин. Вот так вот установил, короче. Палочки там поставил, чтобы палки не падали. Такая вот прорубь у меня получилась. Длинная. Даже она не полтора метра больше стала. Я ее разрубил и поставил, короче, еще и в сторону нарубил. Вот так вот, видите, прямо. Чтоб он ходил, как бы, бобер. И все в петлях установил там петельки. Не помню, сколько петель. Вот сейчас, короче, проверяю капкан. Видите, закрытый капкан, кстати, стоит. Вот только что я его открыл, фонарик туда ложил. И у меня там улов, ребята. Но улов не тот, что я бы хотел. Неожидаемый. Вот. У нас совершенно другой улов там попался. Ребятушки. Сейчас посмотрим, что тут. Здесь нам попался андатра, блядь. Ха-ха-ха. Извиняюсь за мат. Андатра попалась, ребята. Ну, тоже как бы азартно, интересно. Но андатрочка попалась в искусственный вылаз. Вот. Вот такие вот, ребятки, дела. Ну, как-то так, ребята. Вот. Андаточка. Андакрулька. Вот. Мы уже едем с Лехой на машине. Поймали с ним первого водяного зверя. Вот. Дорога тут у нас, получается, стала в лагере на игол. Тут немного осталось. Вот здесь, вот, сегодня я тут объясняю, что мы поедем проверять. Опять же, капкан у нас прошла примерно там сколько? Ну, дня четыре, может, пять прошло примерно, друзья. Не помню. Вот. И у нас там капкан стоял, короче, на Соболе. Не один. Сейчас будем его проверять. Опять нежданчик, друзья. Нежеланчик. Так вот сказать можно. Попалась, блин, вот такая вот кукша. Сегодня я уже хорошо. Хотя сегодня, друзья, взял на тело перчатки рябиновые, видите? Сегодня уже мороз, тридцатник. Вот, тридцать градусов мороза, видите, даже. Дышки есть. Вот. Вместо Соболя попалась вот такая вот хернюшка. А Соболиных следов много было. И вот, короче, друзья, выдал, был добра. Короче, приехали мы с ним к восьми. Он меня оставил. Я пошел проверять петли. Проверил петли. Потом добрался до капканов. Начал проверять. А у меня, короче, был топор. Лед сантиметров тридцать уже промерз такой, прямо от мороза, от этого тридцати градусного. Вот. Я начал топором долбить. У меня вода вышла. И топором мне не вариант было долбить. Брызги, короче, разлетались. И, в общем, где-то часов в десять я Олехе звоню. Леха ко мне приезжает. Мы поехали, вернулись обратно на Игол, на котельную. На котельной работал с лесарем газового оборудования. Там, в общем, взяли ломик. Приехали с ломиком и ломиком этим выдолбили бобра от этого. И, в общем, в двенадцать часов ночи мы приехали опять на котельную. Бобер уже замерз весь околел, короче. Короче, радостный я. Ну, килограмм где-то шестнадцать, наверное, вот такой. Вот это уже в слесарке в раками бобер лежит. Вот. Так, вот он лежит у нас с бобришкой здесь на следующий день. Он до утра будет здесь лежать. Вот, в слесарочке в этой. Потом будем разделывать на следующий день. На следующий день мастер мне даст добро. Я его разделываю в, как сказать, нефтенасосной станции. Там тепло, в общем, никто не видит. Там у нас замначальника был такой скубин. Вот. Все, буду его в нефтенасосной разделывать, бобра этого. Такие вот, друзья, дела. Вот уже начал его разделать. Шкуру снял не мешком, а просто так и ободрал, как корову. Ну, все, друзья. Всем пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok